Странник спрашивает. Скажите, пожалуйста, что вы собираетесь подарить своему бойфренду на 23 февраля? Это уже было. Опять подарить? Сколько можно? Решат пишет. Сусанна, очень рад был твоей победе на новой волне. Спасибо. И всем последующим твоим успехам. Наконец-то появился человек на нашей сцене, который совместил внешность, голос и харизму. Радуя нас каждый день, ты завоевываешь все большее количество сердец. Но скажи, для кого ты поешь? Для нас или для себя? Для Бога. Банана. Как происходил процесс написания альбома? Когда он выйдет и как ты придумывала песню? Как я придумывала песню? Как зовут? Банана. Банана? Это очень интересный вопрос. Как рождался альбом? Это было всегда практически случайно. Это, скажем так, момент вдохновения. Однажды я гуляла с собакой, мне пришла песня «One might try». В другой раз я была, скажем так, ванной и неожиданно схватилась за диктофон, чтобы записать мелодию, которая мне пришла на ум. Все эти песни о жизни, об окружающем нас, скажем так, бытие, я считаю, что так оно и должно быть. Все песни написаны исключительно души, нет никакой спланированной акции. Ну, мол, типа, значит, так. «Сейчас модно мобилка, включи-ка меня, я твой рингтон люблю, потому что он у меня есть». Или что-то в этом роде. Или «О, сейчас, значит, айфон». Или там «О, сейчас модно там то-то, то-то, давайте напишем про эту песню». Давайте, то есть это не было никакой спланированной акцией вообще, ни в одной песне. Даже «Smile», да, который вы уже видели и слышали, она пришла ко мне, когда я была в гостях у своей сестры в Стамбуле. И на эту песню меня вдохновила моя племянница, которая улыбается бесконечно. И тоже я считаю, что это только момент вдохновения. Не было такой мысли «А, так, про что же вообще поют на Евровидении? Чего же там написать?» Все, я считаю, что все очень судьбоносно. Да, все та же банана. «Джамала, скажи, каких ты любишь животных, а каких нет?» Ой, вопрос в тему. Так хочу животное какое-то, кошечку или собачку. Я одну собачку уже завела нотку, отправила благополучно в Крым, потому что, сами понимаете, с ней невозможно справляться в моем расписании. Ведь она же живая, она хочет и гулять, и есть. И, к сожалению, я не всегда как бы это распевала. Поэтому я ее отдала родителям в Крым. Ну, ей сейчас там прекрасно живется, но я очень хочу, или кошку, или собаку. Я уже думала, может, кролик у какого-нибудь. Потому что так хочется прийти, вот такое что-то пухнастенькое погладить. В общем-то, хочется очень, но не могу себе позволить. Вот видите, опять-таки, издержки производства. Кирилл пишет. Здравствуйте, Джамала. Слушать вашу музыку начал прямо с новой волны, где вы взяли мое музыкальное сердце. Ух ты. Очень был рад, что вы приняли участие в отборе Евровидения 2011, но после мне стало обидно за наше руководство, державу, которая только и пыталась вас уличить в чем-то. Сейчас не обращаю порой на какие-то статьи, внимание, так понимаю, они уже не стоят внимания и времени. И вот вопрос. Если сложится такая ситуация, что вы займете второе почетное место и поедет кто-то другой на конкурс, вы будете думать о том, чтобы брать участие в последующих отборах? Так как я большой поклонник вашей музыки, а также Евровидения, две эти вещи вместе будут вызывать у меня нереальный восторг. Понимаю, если вы поедете, так и на Евровидение. Будете ли вы продолжать? Я поняла, да. Очень приятно, Кирилл, что ты так переживаешь, и у тебя хватает действительно разума понимать, что все, что говорится сейчас обо мне в рамках Евровидения, имею в виду какие-то негативные рассказывания, это все, скажем так, только для того, чтобы прославить канал, прославить конкурс, отбор имеется в виду Евровидения в Украине. Потому что все говорят, что все способы хороши. Вот, в общем-то, руководство канала решило выбрать такой желтый способ. А буду ли я принимать участие, если я не поеду потом? Не могу сказать. Нет, я верю точно, что все актуально, все хорошо, своевременно. Вот так сложилось, что вот пригласили меня принять участие в отборе, пришла на ум хорошая песня, смайл. Да все как-то так сложилось. Если мне суждено, поверьте, я приму любой вариант. Я это четко знаю. Я соглашусь с любым вариантом. Если мне суждено поехать на Евровидение, я поеду. Если нет, ну что ж, товарищи, давайте приходить на концерты, слушать диски и так далее. Не Евровидением единым жив человек. Александра, какие у вас планы на майбутние 10 лет? Чего плануете досягти? У каких конкурсах плануете взяти участь? На какие премии хотели бы номинуватись? С кем хотели бы заспевать дуэтом? Ух ты, Александра. Александра. 10 роков. Я не знаю. Я хочу очень... Сколько там альбомов можно сделать? Не знаю, 5. Как минимум. А, 5 альбомов. А, выступление на больших площадках, мировых площадках, на мировых сценах Америки, Лос-Анджелеса, Лондона, Америка, Лос-Анджелес. Просто как минимум номинироваться на премию Грэмми «Открытие года». Мне все подойдет. «Открытие года». «Лучшая альбома», «Лучшая песня» или что-нибудь в этом роде. Потому что, вы не представляете, я недавно смотрела... Не смотрела, вернее, а просто слушала уже пост факта о том, что «Эстеранзе Спаллинг» получила Грэмми как «Открытие года». Это очень прекрасная джазовая певица. И она обошла Джастина Бибера, который разрывал YouTube миллиардными посещениями. Вот это приятно. Это все у меня еще большую надежду и веру. Даже не в себя, а в музыку в целом. С кем хотели бы спеть дуэтом? Так, начнется так. Знаете, я недавно познакомилась с очень интересным музыкантом, Джоном Майером. С его творчеством. Он потрясающий певец, гизаристь. Мне бы было интересно сделать что-то совместное. с «Эсперанзой Спаллинг». Ну, из таких, из метров, это, конечно же, стиль «Ландов». Джон Ледженд, конечно же, это очень интересный музыкант. Из женских голосов мне было бы интересно сделать что-то совместное с «Эсперанзой». с «Эсперанзой Спаллинг». И, конечно же, если уважаемая Оретта Франклин когда-нибудь захочет что-то со мной спеть, я бы была просто счастлива, потому что она прекрасная певица. Да много их, много их хороших певцов мировых. Но самое интересное, что мне хочется каких-то непредсказуемых дуэтов. То есть девочка-девочка, в смысле женские голоса, все поющие, это понятно. А вот что-то интересное такое, необычное, разностилистическое, это было бы интересно. Для меня, например, из украинских было бы интересно, потому что мы совершенно работаем в разных музыкальных жанрах, но со Святославом Бакарчуком мне было бы интересно сделать что-то совместное. Он со своей такой роковостью, балладностью, славянкостью и вот такой какой-то интересной манерой и музыкой, и я со своей какой-то, какой-то. Было бы, наверное, что-то интересное. Энвер спрашивает. Джамалочка, есть ли такие поклонники, которые тебя достают? Как ты избавляешься от назойливых фанатов? Я тебя обожаю, песня «Смайл» просто супер. Чах-чах, сауэнвер. Спасибо большое. Я... Да нет, у меня как-то вот не было таких еще фанатов, которые меня как-то доставали, скажем так, в негативном смысле этого слова. Мне очень приятно, что наш кристалитарский художник Айдер Хатипов фанат, может, это плохо. Поклонником является моего творчества и мне подарил потрясающие картины, которые украшают сейчас мой дом. И, в общем-то, я получаю только позитивное, скажем так. Все позитивное от поклонников. Я очень приятного депутата. Продолжение следует...